Темп Болеро умеренный, движение полной страсти и внутренней силы. Считается, что этот испанский танец был преобразован из народного за более чем 200 лет истории. Его точно знали опаленные, жарким солнцем мостовые. А вот к новогодней еле на Болеро, пожалуй, еще не приглашали. Болеро у новогодней еле это, конечно, условно, главное действие на сцене. Симфонический оркестр собрал программу и сочинение Марии Саравеля. Утренняя сиренада шута, сюита из балета Дафни Сыхлоя и, конечно, самая знаменитая Болеро. Начинается с очень тихого, а заканчивается просто огромным звучанием. Таким образом показывается большая палитра звуковая, оркестровая и солирующая малого барабана, на которой наслаивается потихонечку инструмент и в конце вырастает в огромную глыбу. И действует на слушателей как гипноз. Но в оркестре подбирали произведения для программы больше за настроение. Новогоднее, легкое. Такую же пригласили и звезду. Первую часть первого фортепианного концерта Равеля пианистка играла еще в школе. Полностью произведения доучила несколько лет назад. Тогда любовь ее и будущего супруга к этой музыке случайно совпала. Я находилась на гастролях и постоянно слушала этот концерт в записи, чтобы как можно лучше с ним свыкнуться, как-то так изучить его. А он, находясь дома, слушал ту же самую музыку. Безусловно, есть созерцательность. Я не знаю насчет философских глубин, но мне кажется, что эта часть, она такая, она, ну вот, принтесенция такой лирики французской, рубежа 19-20 веков. Ну, необыкновенно красивая музыка, правда. Не только красота, важнее всего в музыке эмоции и мысль, считает пианистка. Впрочем, это как и в жизни. Екатерина Мечетина дала в Казани два концерта, кроме вечернего, еще благотворительный днем. А симфонический оркестр республики продолжит помогать в феврале. С помощью сказки «Петя и Волк» соберет деньги на строительство хосписа в столице Татарстана. Маргарита Петрова, Андрей Корсинский, ТНВ, Казань.